Активных штыков, так поисковики называют тех, кто ездит в экспедиции и ведет исследовательскую работу, в Удмуртии более 400 человек. В этом году они работали в Ленинградской, Псковской, Мурманской областях. Подняли останки 57 солдат и нашли медальон солдата. Овчарова Дмитрия Федоровича, уроженца Курской области. Мы знали, что в Курской области есть у нас друзья-поисковики, мы им сразу позвонили. Представляете, это было 9 мая утра, когда мы все это узнали. И 9 мая в обед они уже практически нам сообщили, что найден родственник. С родственниками договорились, медальон им передадут на открытие Всероссийской вахты памяти в следующем году. А на этот форум из села Тыловай Дебёвского района приехал внук Тронина Петра Никитевича. Останки бойца нашли смоленские поисковики. Родственники искали своего героя войны долго, знали, что был полковым разведчиком и пробал без вести в 42-м. Когда нам позвонили, сказали, что нашли нашего деда, это было просто словами не описать. Мы обязательно побываем на месте его гибели, на месте захоронения, чтобы и на его могилу увезти землю с нашей родины, и оттуда привезти землю на место погребения нашей бабушки. В следующем году поисковиков в Удмуртии станет больше. Отряд «Долг» выиграл президентский грант. Теперь студенческие поисковые отряды появятся в каждом вузе республики. Валерий Казанцев в экспедиции начал ездить, еще будучи студентом медакадемии. Сегодня он уже хирург, но все 42 дня своего отпуска ищет солдат Великой Отечественной. Этот сезон у него уже десятый. Моя первая экспедиция в 2008 году была в Ленинградской области. Как бы то ни парадоксально звучало, я в своей самой первой экспедиции, в первом дне своей экспедиции, я нашел медальон. То есть это для меня были ни с чем не сравнимые ощущения, ощущение какого-то полного присутствия в судьбе солдата. Поэтому я считаю, что мы действительно занимаемся очень важным делом. Новые технологии теперь позволяют прочитать солдатские записки в медальонах, которые раньше прочесть было невозможно. А значит, еще большему количеству без вести пропавших солдат вернуть имя. Наши поисковики уже знают, куда едут в следующем году. Это будет Ленинградская область. Этой осенью там уже нашли 12 останков. Елена Гремулина, Василий Хохряков, телеканал Майоудмуртия. Продолжение следует...